Из экономического вопрос повышения цен на бензин почти превратился в политический. Ульяновские водители тоже не раз за весну 2018 года задавали его. Цены подорожали, конечно, и затраты выросли. Да, выросли. Не очень комфортно людям. Это вообще что-то с чем-то. И с газом тоже. Куда Путин смотрит? Это мы что, будем теперь всех кормить за наш счет? За последнее время ужасно. Зарплаты не поднимают, а цена растет в неделю минимум на 30-40 копеек. Это никуда такое дело не годится, потому что, ну, как говорится, если уж цены растут на все, на продукты, то надо и зарплаты поднимать. А если ничего не поднимается, то, ну, я не знаю. Правительство, ну, куда-то смотрит не в ту сторону, наверное. Я так считаю. На семейном бюджете это отражается? Существенно. Существенно. Если раньше у меня уходил 10-тысячный бензин, сейчас у меня уходит порядка 15-18 тысячный бензин. На прямой линии Владимир Путин рассказал о причинах повышения и о методах решения проблемы. Вы должны были обратить внимание на то, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо. Снижение акцизов, о котором говорилось в последнее время, лишь часть этого маневра. Если договоренности не будут выполняться, в Госдуму будет внесен законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания. Вице-премьер заявил, что правительство будет контролировать ситуацию с ценами на бензин в ежедневном режиме. И что пока нефтяники выполняют обещания по стабилизации внутренних цен на топливо. Продолжение следует...